Здравствуйте! Это Битновости и видеоверсия. Как показали прошедшие две недели, споры относительно будущего биткоина, а точнее проблема раскола криптовалюты на несколько форков, волнует не только простых пользователей, но и крупнейшие фигуры в сообществе. Биткоин откровенно лихорадила и, похоже, это неустойчивое состояние надоело всем. 10 февраля представители нескольких крупнейших майнинг-пулов в совокупности контролирующих 70% вычислительной мощности сети и компаний, производящих оборудование для майнинга при поддержке двух крупных биткоин-бирж BT Exchange и BT Phoenix составили совместное обращение к разработчикам системы, в котором заявили об отказе поддержать Биткоин Classic или любой другой спорный хардфорк. Поставил свою подпись под обращением и Чарли Ви, создатель криптовалюты Litecoin. В обращении, размещенном на ресурсе medium.com, декларируется максимально умеренный и осторожный подход к реформированию системы, а разработчики Bitcoin Core соглашаются на очную встречу, на которой необходимо обсудить предстоящие изменения. Такой жесткий ультиматум принес свои плоды. 21 февраля заинтересованные стороны встретились в Гонконге, и их совещание, вероятно, войдет в историю, как первое подобное соглашение пользователей и разработчиков. В ходе встречи, которая продлилась 18 часов, была определена стратегия дальнейшего развития технологий Bitcoin на ближайшие годы. Согласно утвержденному графику, первым изменением в структуре биткоина станет Segregated Witness, которая предусматривает внесение поправок к биткоин-коду, что приведет к изменению способа хранения данных о подписи биткоин-транзакций. Оно должно быть введено уже в апреле 2016 года. Затем такие разработчики Bitcoin Core, как Мэтт Коралла, Люк Дашер, Кури Филс, Джонсон Лау и Питер Тодд создадут и предложат код для хардкорка биткоин-сети, который отобразит увеличение размера блока. Ожидается, что код будет готов к июлю 2016 года. И, наконец, если на это будет поддержка сообщества, то увеличивающийся блок до как минимум 2 мегабайт, но не более 4 мегабайт хардфорк будет введен в июле 2017 года. В ближайшем будущем мы собираемся запускать в производство лишь консенсусные системы, совместимые с Bitcoin Core, которые в итоге будут включать в себя функции SecWid и хардфорк, сказано в соглашении. Помимо того, что это соглашение стало серьезным шагом к урегулированию споров о реформировании биткоина, оно несет в себе еще одно послание. Биткоин-майнеры таким образом впервые весьма решительно показали, кто в доме хозяин, напомнив, что биткоин давно превратился из политехнических экспериментов в серьезный бизнес. Кроме того, они продемонстрировали способность консолидироваться, то есть выступать единой силой. В отстрече с разработчиками участвовали представители майнеров, контролирующих в 80% мощности биткоин-сети. Интересно будет увидеть, сохранится ли это единство в дальнейшем, или подобный консенсус стал возможным только перед лицом опасности Роскова. Почему консервативный Core, а не прогрессивный Classic? Этот вопрос задает в своей статье финансовый аналитик Forbes Лара Шин. Начав статью с позиции простого владельца нескольких биткоинов, которого, несомненно, радует определенность, которая несет соглашение круглого стола в Гонконге, далее Лара делает вывод, что спор о размере блока перерос в открытую борьбу за власть и контроль над протоколом биткоина. Приводя мнение представителей майнинг-пулов, в частности Валерия Вавилова, генерального директора компании BitFury, контролирующей около 10% вычислительных мощностей биткоина, и нескольких его китайских коллег, Лара Шин приходит к выводу, что майнеры выбрали не столько технологию, сколько людей. Авторы соглашения выразили доверие традиционной команде Bitcoin Core. Прежде чем мы перейдем в другую команду, мы должны понимать, что есть существующая команда с большим опытом, которая работала над этим в течение многих лет, и она также может модернизировать сеть. На мой взгляд, было бы хорошо, если Classic и Core могли объединиться и сотрудничать. Благодаря команде Classic, я думаю, что команда Core могла бы двигаться быстрее. Команда Classic хорошая, но если Core может сделать это модернизацию, зачем рисковать и перескакивать, сказал Валерий Вавилов. Но несмотря на соглашение, биткоин-сообщество далеко от единства. Уже после его публикации исполнительный директор крупного биткоин-сервиса Coinbase Брайан Армстронг высказался в поддержку Bitcoin Classic, назвав решение круглого стола «запоздалыми». Если следовать предложенному плану, к апреле 2016 года, Сигуит предоставит небольшое увеличение емкости блока, добавляя при этом излишнюю, на мой взгляд, сложность. После этого пройдет еще 15 месяцев без дальнейшего увеличения блока. Однако, если дневной объем транзакций биткоина продолжит расти такими темпами, как в последнее время, в первой половине 2017 года мы окажемся в еще более худшем положении, чем сейчас, пишет Армстронг. Напомним, что руководство Coinbase явно настроено революционно. До этого они также поддерживали технологию Bitcoin XT, однако, учитывая мощную поддержку Core, оказываемые майнинг-пулами, удержать свою позицию Coinbase будет непросто. Разработчик Bitcoin Core Гевин Андерсон сообщил об удалении протокола BIP-101, лежащего в основе Bitcoin XT. «Очевидно, что BIP-101 не будет принят, поэтому я его отзываю», написал Андерсон на Github. Проект увеличения размера блока BIP-101 был разработан летом 2015 года Андерсеном в сотрудничестве с Майком Хирном. После трудности с принятием XT со стороны биткоин-сообщества и скандального Димаша Хирна, интерес к технологии пропал. Но, пожалуй, только сейчас мы можем сказать уверенно – Bitcoin XT, покойся с миром! В сети обнаружена вредоносная программа, которая похищает биткоины пользователей, подменяя адреса при отправке транзакций. Новый вирус был идентифицирован специалистами Семантек 2 февраля и получил название «Troyan Coinbit Clip». Эта вредоносная программа остроумно играет на традиционной человеческой лени, когда вместо того, чтобы вписывать кошелек получателя, пользователь копирует его из буфера обмена. Вредонос подменяет содержимое буфера, выбирая из набора в 10 тысяч адресов самый похожий на оригинал, так что при беглом осмотре отправитель не замечает разницы. Между тем, деньги отправляются на один из кошельков злоумышленников. «Troyan Coinbit Clip» поражает компьютеры с операционной системой Windows 7 или с более ранними версиями, попадая в машину с предоставляемыми третьей стороной инструментами для популярной игры Hearthstone. В Семантик называют уровень угрозы очень низким и уже обновили свое программное обеспечение, включив в него способы обнаружения и удаления вредоноса. Однако те, кто пренебрегает защитой своих компьютеров, остаются по-прежнему подверженными этой опасности. Будьте осторожны! Еврочиновники хотят отнять у биткоина его анонимность. 2 февраля 2016 года комиссия ЕС уже объявила о том, что хочет точно знать, кто участвует в торговле цифровыми валютами и потребовала ликвидировать анонимность. Заместитель председателя комиссии ЕС Валдис Домбровский заявил, «Не позднее июня мы введем директивы, направленные на улучшение контроля над платежами в цифровых валютах и анонимными предоплаченными картами». Новые правила обяжут держи биткоинов и поставщиков услуг электронных кошельков идентифицировать своих клиентов. Также в июне 2016 года комиссия ЕС опубликует черный список стран с высоким уровнем риска. Такое решение было принято в результате обсуждения возможностей террористических организаций использовать биткоины и другие цифровые валюты для финансирования своей незаконной деятельности. Характерно, что российские законодатели также называют отказ от анонимности главным условием легализации биткоина. Вот только нужна ли пользователям криптовалют такая легализация? Когда вы увидите этот выпуск, биткоин-путешественники из России и Белоруссии, в составе которых и съемочная группа битновостей, уже отправились в путь. О том, как проходила подготовка к путешествию, наш следующий репортаж. Участники тура намерены преодолеть более 6000 километров и побывать в восьми европейских столицах менее чем за две недели. Мы выбрали участок через Балтийское море на пароме, чтобы сэкономить силы и время. Силы нахождения за рулем и в машине, и время, потому что мы быстрее, может быть, даже пройдем территорию Польши и части Германии. Главная цель поездки – участие в традиционном ежемесячном мероприятии «Биткоин-Венсдэй» в Амстердаме, на котором путешественники представят фильм «Криптовалюты. Золото цифрового века», а также поделятся опытом создания информационных выпусков и новостей видео-версии. Готовлю сейчас тезисы своего выступления в Амстердаме. Если честно, пока не знаю, о чем говорить, потому что очень трудно себе представить, что будет интересно этим людям, насколько вообще, в принципе, жизнь там отличается от наших российских реалий, и что, к примеру, в нашем фильме было для них неожиданным, а что вполне привычным. Поскольку фильм стал первым крупным российским телепроектом, который финансировался исключительно в биткоинах, то участники тура решили повторить этот опыт и оплачивать расходы в путешествии тоже исключительно за биткоины. На данный момент мы уже бронируем отели и хостелы за биткоины в разных странах. Помогают ребята, которые с нами поедут с сайта «Бит-Новостей». И у нас есть список уже из трех хостелов, которые забронированы за биткоины. Еще одна задача, которую планируется решить в ходе поездки, это встреча с максимальным количеством людей, имеющим дело с биткоином в Европе. Майнерами, инвесторами, активистами. В Амстердаме путешественники намерены посетить биткоин-посольство. Там есть магазин разных сувениров и гаджетов, связанных с биткоином. Также там проводятся встречи, мероприятия. В биткоин-посольстве мы планируем получить много интересной и любопытной информации о биткоин-жизни Амстердама. Каждый этап поездки будет зафиксирован для истории. И зрители битновостей уже в следующем выпуске смогут увидеть подробный отчет об этом путешествии. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!